Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробностей о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. Украину заносит снегом 400 аварий за минувшие 8 суток и сегодняшнее штормовое предупреждение. Как справляются с настоящей зимой автомобилисты и власти в столице и в регионах расскажет Ярослав Кречко. Перевернутый микроавтобус на обочине и легковушка буквально в смятку. На трассе Харьков-Симферополь они столкнулись лоб в лоб. Один человек погиб. Водитель черри-амулет был зажат в поврежденной машине. К сожалению, к моменту прибытия признаков жизни он уже не подавал. Также на месте вызова пострадало 6 человек. А это уже последствия непогоды в Полтаве. Под грузом снега там рухнула крыша спорткомплекса местного завода медстекла. Благодаря тому, что все произошло ночью, пострадавших нет. Тем временем в области без электроснабжения остались 5 населенных пунктов. В целом по Украине метель оставила без света 117 поселков. Больше всего пострадала Одесская область, несколько меньше Донецкая, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская. И еще одна проблема практически всех регионов. Дороги и улицы не успевают чистить от снега. Завалило дворы многоэтажек, пешеходы с трудом передвигаются под тротуаром. В Сумах и Черкассах водители откапывают свои машины из сугробов. А тем, кому посчастливилось выехать, жалуются на плохую работу коммунальных служб. Сегодня ночью мы ехали от гостей в ночи, видели два трактора, а в день тракторы ездят с поднятыми ковшами. То есть они приезжают, но ковши не опускают, ничего не чистят. На остановках вообще очень погодно, чтобы в транспорт сесть, или транспорту остановиться, подъехать невозможно вообще. Лучше ситуация в столице, но наученные горьким опытом предыдущих лет водители предусмотрительны. У кого в багажнике лопата, а у таксиста Виктора, например, всегда с собой трос. Вытягиваем, кому сдвон это? Ну, спиняем, просим, нас просят. Так и вытягиваем друг друга. А сегодня вытягивалось? Нет, сегодня нет. Можно ездить, ради бога. Ну, вы знаете, осторожник только понимаете. Скорость, дистанция и все остальное. На столичных дорогах работают более 200 единиц снегоуборочной техники. В Киев-Автодоре, говорят, большую часть бросили на главные магистрали, но и до второстепенных дорог обещают добраться. Движение не останавливалось в Киеве нигде. Технику мы, начиная с полуночи первый раз и начиная с 10 утра сегодня, мы формировали в большие ударные колонны. То есть не распыляли ее единицы техники и одна улица. Принцип мы делали принцип на широкую улицу от 6 до 11 единиц техники. От этого добавляют, страдает скорость уборки города, но улучшается качество. А в Укра-Автодоре тем временем сегодня сняли введенные накануне ограничения на проезд по дорогам государственного значения в Запорожской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях. Запрет остается в силе на полтавском направлении. Ярослав Кречко, Наталья Грищенко, Юлия Парпленко и Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Немедленно расчистить дороги в регионах требует от местных властей премьер-министр. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба. А вот контроль за уборкой снега Яценюк возлагает на вас. Просит публиковать в соцсетях фотографии нерасчищенных территорий. Что же касается жалоб украинцев на холодные батареи в квартирах, то премьер обещает оплату за отопление пересчитать. В целом же по Украине ситуация с отоплением не критическая. В Черкассах, Харькове, Львове, Николаеве столбики термометров в квартирах показывают от 18 до 22 градусов. А вот в Кировограде жители мерзнут. Говорят, топят очень плохо. Без обогревателей не обойтись. Теплее 15 градусов в квартирах не бывает. Что же касается квартир киевлян, то вместо 16 теперь 20 градусов. Потеплело. Об этом рассказали герои нашего сюжета, который мы показали в канун Рождества. Жители столицы уверяют, что батареи стали горячей после выхода в эфир этого материала. Поднялась температура на несколько градусов. Если раньше с включенным обогревателем была температура, максимально доходила до 17 градусов, с включенным, повторюсь, то на сегодняшний момент это где-то 19-20 градусов. На ощупь, когда раньше прикасалась к батарее, она была холодная, а сейчас она стала реально теплая. Не только Германия, а теперь еще Австрия, Швейцария и Финляндия. Европейские СМИ сообщают о том, что в этих странах тоже нападали на женщин во время новогодних праздников. В полиции Цюриха 25 заявлений, в Хельсинки и Зальцбурге порядка 10. А в Германии этот скандал уже привел к отставке. От должности отстранили начальника полиции Кёльна. За что? За то, что не обеспечил безопасность во время новогодней ночи. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова, она в Германии. В Кёльне первые аресты. Полиция рапортует задержаны двое мужчин, которых подозревают в нападениях на женщин в новогоднюю ночь. Выходцев из Северной Африки арестовали недалеко от центрального вокзала. При обыске у них нашли записку с переведенными на немецкий язык оскорблениями и угрозами в адрес женщин. А на мобильных телефонах видеозаписи новогодних беспорядков. Мы подозреваем, что эти люди могли совершать сексуальное насилие, поэтому они были задержаны. Двое задержанных и более 30 подозреваемых. Большинство из них иностранцы, которые подали прошение о получении убежища в Германии. Да и полицейские, которые дежурили в центре Кёльна в новогоднюю ночь, рассказали журналистам. Им еще тогда удалось проверить документы как минимум у сотни нападавших. И большинство из них были беженцами из Сирии, которые недавно приехали в страну. Пока полицейские ищут преступников, политики думают, как изменить законы, чтобы беженцы, которые совершили преступление, отбывали срок не в Германии, а у себя на родине. Это предложение уже поддержали ведущие политики страны, в том числе и канцлер Ангела Меркель. Тем временем в соцсетях новый тренд. Немцы начинают объединяться в так называемые народные дружины, чтобы патрулировать улицы во время массовых мероприятий и помогать полиции. Так, например, в Дюссельдорфе участвовать в этом движении готовы уже более двух тысяч добровольцев. Силовики от этой идеи не в восторге. Мол, справимся сами. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Французским силовикам стали известны детали вчерашней атаки полицейского участка. Кто же надел пояс шахида и где обнаружены следы главного организатора парижских терактов, расскажет София Гордиенко. Чем больше деталей вчерашнего нападения, тем запутаннее история. Террорист уже попадал в поле зрения французской юстиции. В 2013-м его задержали за кражу на юге Франции. Парень тогда представился Алис Аллахом, но никаких подтверждающих документов не предоставил. Полицейские обязали вора отбыть на родину в Марокко и не слышали о нем ничего до вчерашнего дня. Благодаря отпечаткам пальцев мы знаем, что его задерживали на юге Франции. Тогда удалось установить его личность. Удалось установить, но не проверить. Да, и сегодня есть противоречие. У него мы нашли флаг исламского государства и записку с его именем. Но там написано, что он тунисец, а не марокканец. В записке говорится, что его действия вызваны смертями в Сирии. Кроме фальшивого пояса со взрывчаткой, у смертника обнаружили мобильный телефон с СМС на арабском и немецком. Все улики и возможную принадлежность к новой волне мигрантов полицейские изучают. Тем временем есть чем похвастаться бельгийским правоохранителям. Им удалось напасть на след Салаха Абдеслама, организатора теракта в Париже. Отпечатки пальцев преступника обнаружили в брюссельской квартире. Там же следы взрывчатых веществ. Находился ли Абдеслам здесь до теракта или скрывался после, пока правоохранители только выясняют. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Телеканал Интер. Бельгия. Брюссель. Евросоюз снял санкции с Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации президента. Об этом он сам написал в фейсбуке. Совет Евросоюза не подал апелляцию в установленные сроки, пояснил Портнов, ссылаясь на канцелярию суда в Люксембурге. Решение о разморозке активов Портнова, напомню, Генеральный суд ЕС принял в октябре прошлого года. Компанию в поддержку Ассоциации Украина-ЕС накануне референдума проведут власти Нидерландов. Об этом заявил премьер-министр Голландии Марк Рютте. Глава правительства готов лично рассказывать голландцам, почему так важно поддержать договор об ассоциации. Это соглашение, по мнению Рютте, улучшит экономические отношения двух стран. Напомню, референдум запланирован на 6 апреля 2016 года. Боевики укрепляются на Луганском направлении. Активных атак сегодня не было, но одиночные выстрелы не прекращаются. На позициях наших военных в районе Бахмутской трассы находится Геннадий Вивденко. Ему слово. Регулярно наши бойцы наблюдают перемещение врага с той стороны. До них метров 700-800. Это дорога между оккупированным сейчас Луганском и находящимся под украинским контролем Лисичанском. Еще в октябре тут гремели бои. Это самый дальний огневой опорный пункт знаменитого 29-го блокпоста. Вот здесь проходит трасс Бахмутка, в той стороне Лисичанск. А вот там уже видны позиции боевиков. Время от времени оттуда появляются группы боевиков по 5-10 человек. Провокуют, провокуют, а мы дотримуемся митских договоренностей, не отвечаем им. Ну уже хіба, что если они очень близко подходят, то мы стараемся им дать отчет, чтобы боялись нас, как это говорится. Ворог окопается на Тераконе, есть, конечно, фиксируются выходы ДРГ. На них мы не реагируем, то есть они на разу никакой небезопасности не створяют. Можут привоковать там стрелковую оружие. Бойцы вспоминают, как на покров противник, надеясь, что армейцы потеряли бдительность, попробовал взять их в клещи. Получил отпор, так же, как и тогда, в дни праздников, украинские бойцы на Чеку. Все перепыка не дошкуляют, очень сильно. Так, где-то, там, трошки, маленько, там, все же не то. Где-то поховались, але че-то, где-то технику прогревают. Другой рубаем, режем, ты греемся. Вот, даже на часах есть градусы, 18 градусов. На героическом 29-м блокпосту уже вырыт целый подземный город. Бойцы шутят, возможно, когда-то все это станет музеем. Геннадий Вивденко, Сергей Дубиню, Руслан Терентьев. Подробности, телеканал Интер, из Луганской области. Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за вчерашние взрывы в Ливии. Напомню, террорист-смертник подорвал себя в грузовике возле тренировочного лагеря полицейских в городе Злитен на севере страны. По последним данным, погибли более 50 человек. В больницах остаются более сотни раненых. В регионе введено чрезвычайное положение. Воздушную операцию против ИГИЛ в Сирии и Ираке начала Германия. Два истребителя торнадо сегодня совершили первые вылеты. Об этом сообщает Deutsche Welle. Планируется, что немецкие самолеты будут выполнять боевые задания один раз в день. Впрочем, частота вылетов может быть увеличена в любой момент. Базируются самолеты на аэродроме в турецком городе Инджерли. Напомню, страны ЕС действуют в рамках коалиции, возглавляемой США. Тем временем гражданское население Сирии страдает от голода. Жители осажденного войсками президента Асада городка Мадайя, это неподалеку от Дамаска, уже несколько месяцев не получают гуманитарные грузы. Шокирующие кадры в материале Вениамина Трубачева. Этот сирийский мальчик говорит, что не ел уже 7 дней. Видео опубликовали правозащитники. Предположительно, оно было снято на приеме у врача. На этих кадрах еще один ребенок, которого просто нечем кормить. Он безмолвно смотрит в камеру. В городе Мадайя только за последние несколько месяцев зафиксированы десятки смертей от голода. Вот доказательства. Фото истощенных тел. Город Мадайя удерживают сирийские оппозиционеры, но они оказались в окружении. Люди остались без продуктов. Они собирают листья с деревьев и сгнившие орехи. Все это варят и едят. Посмотрите, что мы кушаем. Вот кипит вода с запаренными листьями. Это единственное наше спасение. Иначе мы умрем. Кадры истощенных голодом людей вызвали массовые акции протеста в сирийских городах подконтрольных оппозиции. Главное требование немедленно прекратить осаду Мадайи. Международные гуманитарные миссии уже направили в город грузовики с продуктами. Однако до сих пор неизвестно, пропустят ли их. Сейчас в Сирии установилась довольно прохладная погода для этого региона. Снег сменяется дождем и наоборот сильный ветер. А в городах, разрушенных войной, укрыться практически негде. Спасают только костры. Некоторые поселки просто замелось снегом. И добраться до них весьма проблематично. Этот человек рассказывает, что живет в палатке и ночью замерзает. На улице минус 10, а мне жить негде. У нас здесь много стариков, которым нужна помощь. Официальные сирийские власти на происходящее пока не отреагировали. Войска Асада продолжают наземную операцию против оппозиции. Ежедневно самолеты и вертолеты сбрасывают бомбы из воздуха. Вениамин Трубачев и Владлен Ноль. Подробности телеканал Интер. Сирия. Беженцы вне закона. Власти американского штата Алабама подали в суд на федеральное правительство. Они готовы на все, чтобы избавиться от необходимости принимать беженцев. Этому примеру также готовы последовать и в других штатах. Чего боятся американцы, расскажет Дмитрий Анопченко. Он сейчас в Соединенных Штатах. Они сбежали от войны. Аят Салман и его семья держались до последнего. Но когда под бомбежками погиб его отец, бросили все и попытались найти новый дом. Не в Европе, которая и так переполнена беженцами, а в Америке. Дома чувство, что на тебя постоянно охотятся. И нужно было просто найти хоть какое-то спасение. Тысячи беженцев, таких как Аят, прибывают сейчас в Соединенные Штаты по программе федерального правительства. А вот местные власти им совсем не рады. Говорят, мол, не хотят принимать потенциальных террористов. Штат Алабама так и вовсе подал в суд на Вашингтон, требуя избавить их от переселенцев. Террор пересекает наши границы о заглавленной выпуске местных новостей. На экране лагеря сирийских беженцев в Соединенных Штатах. За кадром зрителям говорят, контроля никакого. И если принять беженцев, не будет ли у нас нападений, как в Париже? Больше половины губернаторов американских штатов уже отказались принимать сирийских беженцев. В Белом доме возмутились, мол, это федеральная программа. У местных властей нет права ей препятствовать. И тогда подключилась тяжелая артиллерия. Республиканцы в Конгрессе. Наша нация всегда была гостеприимной, но нельзя позволить террористам этим пользоваться. Нужно проверить, не пытаются ли преступники просочиться в страну под видом беженцев. Но все заявления политиков это по большому счету только голая критика. Ведь беженцы – компетенция президента Обамы и федерального правительства. А вот суд, суд – другое дело. Иск, который подала Алабама, по нему Фемида может принять любое решение. В том числе и заморозить программу приема сирийских беженцев здесь, в Соединенных Штатах. Аят Салман за этими новостями следит с тревогой, как бы обратно домой не выслали. И даже готов идти в суд свидетелем. Доказать, что далеко не все, кто сбежал от войны, представляют угрозу для страны, где они теперь хотели бы жить. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. И еще одна угроза безопасности в Соединенных Штатах уже экономического характера – самый мощный за более чем 100 лет обвал фондового рынка в США. В первые 4 дня торгов нового 2016 года индекс Доу Джонса – это, напомню, основной показатель деловой активности американских компаний – упал более чем на 5%. Это связано с паникой на биржах материкового Китая, где были остановлены торги. Причиной стало неожиданное снижение банком КНР официального курса и китайской валюты. И также ослабление экономических показателей этой страны. Снижается и цена на нефть. В этой связи падает и российский рубль. Сейчас 1 доллар США стоит 74 рубля. Мужчину, обстрелявшего в сочельник группу детей под Киевом, взяли под стражу до 6 марта на время расследования. Такое решение вынес Броварской районный суд. Напомню, по сообщениям полиции в селе Димитрово 6 января вечером 52-летний мужчина в нетрезвом состоянии стрелял по детям из охотничьего ружья. У 14-летнего мальчика Вадима Устенко ранение в шею и челюсть. Сегодня его прооперировали. Пить или не пить, вот в чем вопрос. Британские ученые под конец рождественских праздников решили ополчиться против алкоголя. О том, какой новый подход к культуре употребления спиртного разработали в Англии и сколько же рекомендуют пить, чтобы не перебрать, знает наш лондонский корреспондент Оксана Кундеренко. Эль, сидр, виски. Культура употребления алкоголя в пабах Соединенного Королевства имеет давнюю историю и устоявшиеся традиции. А гениальные британские ученые в одночасье решили все разрушить. 20 лет молчали и тут выступили с заявлением. Мы разработали серию рекомендаций, но не можем заставить общественность их соблюдать. Люди сами решают, что делать со своим здоровьем. Я лишь надеюсь, что они прислушаются к мнению специалистов. Пить опасно для здоровья. В принципе, в любых количествах. Таков главный вывод отчета. Даже самое малое потребление алкоголя увеличивает риск онкозаболеваний. Беременным вообще ни капли в рот. Если раньше рекомендованные дозы для мужчин и женщин были разными, теперь их уравняли. И, естественно, уменьшили. В неделю взрослому британцу позволяется 6 пинт пива, 7 бокалов вина или 14 рюмок более крепких напитков и не за один прием. Настоятельно рекомендуют устраивать разгрузочные дни. То есть совсем без алкоголя, чтобы организм мог восстановиться. Вроде бы все просто. Пришел в пабы и считаешь количество выпитого. А вот дома пить гораздо опаснее. Бармены ведь денег не требуют. Наливаешь себе сколько душе угодно. Вот только последствия не заставят себя долго ждать. Ежегодно из-за чрезмерного потребления алкоголя в стране госпитализируют более миллиона человек. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Еще немного о британской чрезмерности. Сколько стоят самые дорогие апартаменты в Лондоне? И почему их уже назвали самыми безвкусными? Об этом и не только в нашем обзоре. Поцелуи протеста. В Израиле местный популярный журнал снял фотосессию с целующимися евреями и арабами. Так активисты отреагировали на решение Израильского министерства образования запретить в школах роман о любви еврейской девушки и арабского юноши. Чиновники посчитали, что такая история может спровоцировать конфликты в классах. В Германии переиздали Майнкампф Адольфа Гитлера впервые за 70 лет. Манифест национал-социализма сегодня поступил в продажу. Впрочем, купить его можно далеко не во всех магазинах. Многие отказались продавать Майнкампф из этических соображений. Книгу переиздал Мюнхенский институт современной истории, добавив комментарии для развенчания нацистской пропаганды. Бабушка родила себе внучку. В американском штате Техас молодая девушка долго не могла забеременеть и попросила собственную мать стать суррогатной матерью. 53-летняя женщина благополучно выносила ребенка и в результате кесаревого сечения родила здоровую девочку. На родах присутствовали обе мамы и журналисты. 20 тысяч человек в костюмах Элвиса Пресли собрались в австралийском городке Паркес. Фанаты короля рок-н-ролла устроили флешмоб в честь дня рождения своего кумира. Сегодня ему бы исполнился 81 год. А в американском городе Мемфис, где скончался, Пресли устроили аукцион. Гитару Элвиса, которую выставили за 300 тысяч долларов, так никто и не купил. Рекордный джек-пот разыгрывают в США. 700 миллионов долларов. Американцы и туристы выстраиваются в очереди, надеясь купить счастливый лотерейный билет. Некоторые приобретают сразу несколько десятков. Один билет стоит 2 доллара. Все в золоте, мраморе и серебре. В Лондоне сдают апартаменты для самых богатых. За 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Это почти 700 тысяч гривен. В четырехкомнатной квартире мраморный пол, на стенах фрески, мебель в зеркалах и по золоте на потолках хрустальные люстры. Журналисты назвали апартаменты роскошными, но безвкусными. Вифлеем вместо паломничества тысяч христиан со всего мира сейчас переживает не лучшие времена. Почти прекратился приток туристов. Местные жители повально остаются без работы. Почему, расскажет Сергей Ауслендер. Грустные вышли праздники. Ждали их вроде целый год. В Вифлееме каждый третий христианин, а все равно лица у прохожих невеселые, а в многочисленных лавочках почти нет покупателей. 2016-й город встречает без туристов, а значит без денег. Туризм – единственный источник дохода его жителей. Туристов втрое меньше, чем раньше. А у местных вообще денег нет. Раньше к Новому году и Рождеству не успевали товар подвозить. А теперь видите, как пусто в магазине. Долги растут. У магазина «Митри» в хорошие времена в день останавливалось по 10-15 автобусов с туристами. На кассе стояли очереди. Экскурсоводы ругались, мол, опаздываем. А теперь за полчаса, что мы снимали внутри, ни одного покупателя. Весь этот обвал – жуткая иллюстрация к известному постулату про взмах крыла бабочки, который может вызвать разрушительный ураган на другом конце земли. Большинство покупателей – это были российские туристы, которые приезжали сюда в однодневные туры из Египта и Турции. Люди к нам ехали. Мы этих людей видели, которые разбились в самолете. Конечно, не хочется говорить сейчас об этом. Но случилось это. Мы с ними общались даже. Когда это случилось, было очень горько. Сейчас редко встретишь на его узких улочках европейские лица, да еще отважные китайцы прибывают сюда. Этим любой кризис и опасности нипочем. Русскоязычных туристов становится все меньше и меньше. У нас тоже не сильно спокойно было в последнее время. Но будем надеяться, что сейчас, Рождество, Новый год, может быть, что-то изменится к лучшему. Такой надеждой здесь живут 30 тысяч человек. Население маленького городка, когда-то вошедшего навсегда в человеческую историю. Увы, но сейчас его известность дивидендов не приносит. Местных жителей не принято загадывать далеко. Прожили год и хорошо. Дай бог, проживем и следующий. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Вифлее. В Закарпатье возможен сход лавин. В горных районах за последние дни выпало довольно много снега, при этом температура повысилась. Всех любителей горных лыж и сноубордистов спасатели просят быть осторожнее и следить за прогнозами погоды. Чем еще, кроме катания на лыжах, привлекают отдыхающих в Закарпатье? Расскажет Марина Коваль. Закарпатское село Вышка находится рядом с горнолыжными курортами. Здесь туристов готовы принимать почти что в каждом доме. В 27 сельских усадьбах и 6 отелях. Вот так с дороги учителя и воспитанники кружка водного и пешеходного туризма из Харькова восстанавливают силы. В чанах с термальной водой. В основном в Закарпатии отдыхают украинцы. Есть и туристы из соседних Польши и Словакии. Гостей привлекают невысокие цены в сравнении с европейскими курортами и местный колорит. Самая низкая цена зафиксирована и в этом сезоне. 170 гривен за ночлег и завтрак. Собственники закарпатских усадьб, говорят, оставили тарифы на уровне прошлого года. Начало туристического сезона подпортило отсутствие снега. Морозы ударили лишь 30 декабря. Поэтому многие туристы сразу же после празднования Нового года уезжали. Без снега и морозы не могли запустить горнолыжные трассы. Мы ждали мороз долго и нудно. И наконец-то он пришел. Но начали мы работать 30 числа. Сегодня горнолыжные трассы начали свою работу. А с первым настоящим снегом появилась надежда, что туристический сезон все-таки будет успешным. Чему приехали сюда? Снег побачить. И как? Побачили. Гарно, тут краеводы, горы. Хоть на красу подивимось. По прогнозам синоптиков кататься на лыжах здесь можно будет как минимум до конца января. Весь месяц температура будет ниже нуля. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Подробности Юэй это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин